Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете моих коллег. За прошедшую неделю в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2500 обращений граждан. По ним возбуждено 35 уголовных дел, 27 раскрыто по горячим следам. Как и прежде в списке преступлений, совершенных за отчетный период, дистанционное мошенничество. Наши жители продолжают нас не слышать, не слышат наши СМИ, не слышат наше телевидение, радио, где губернатора, где идут обращения о том, что никакие силовики, ни ФСБ, ни МВД, ни Следственный комитет не могут вам позвонить и сказать, что у вас счет заблокировано или еще что-то. За неделю на территории городского округа Люберцы произошел один пожар. Никто не пострадал. С 1 апреля на территории Московской области начался пожароопасный период. Он продлится до 15 октября. В числе случаев возгорания сухой травянистой растительности на данных площадях за прошедшую неделю на территории произошло 17 возгораний травы. Убедительная просьба к собственникам земель обратить особое внимание на данную проблему, произвести опашку и окос своих участков. В Люберцах стартовал месячник чистоты и благоустройства. Коммунальные службы приводят в порядок территорию городского округа. Каждую субботу к ним подключаются трудовые коллективы и жители. Коммунальные службы наводят порядок как на дорогах, тротуарах, общественных территориях, так и на игровых и спортивных площадках. Также производится уборка мемориальных комплексов и памятников. К уборке территорий подключились также дорожные службы и транспортные компании. Большую работу проводят в парках городского округа, приводят в порядок береговые линии, места отдыха у воды, ремонтируют малые архитектурные формы и спиливают аварийные деревья. Кульминацией марафона чистоты станет Общеобластной субботник. Он состоится 22 апреля. Луиса Эйгия, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.